Друзья, здравствуйте! У нас в общественной жизни, так сказать, страны, два замечательных события, которые все обсуждают. Ну, в средствах массовой информации, так точно, ну и люди тоже так между собой обмениваются. Значит, первое событие, таки апелляционный суд отказал, 9-й дистрикт, вот у нас в Сан-Франциско, отказал в отмене запрета, наложенного федеральным судьей в Вашингтоне, вот так. То есть администрация говорит, отмените запрет этого судьи, а операционный суд, их там три человека, такая революционная тройка, два демократических и один республиканский, вот, и они единогласно, все втроем сказали, что не будем отменять, вот, и дело теперь, скорее всего, надо полагать, окажется в Верховном суде, а в Верховном суде тоже интересно, там такой расклад исторический, что, когда их было 9 человек, то было перевес, один голос был в сторону такую консервативную, было 5 консервативных судей и 4 либеральных, но один консервативный умер, год назад, вот тогда, Скалли, такой человек, умер в феврале прошлого года, и с тех пор, значит, республиканцы в Конгрессе блокировали возможность для Обамы назначить нового судью, вот они так тянули, 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 вот сейчас хотят, но еще не назначили нового. Короче, их там 8, 4 либеральных, 4 консервативных. Для того, чтобы принять решение, нужно большинство, поэтому, как уже бывало, как уже бывало, в таких острых ситуациях, значит, может случиться, что, значит, карта ляжет так вот 50 на 50, когда попадет Верховный суд, и тогда решение апелляционного суда останется в силе. То есть схема такая, что, значит, администрация подает в суд на то, чтобы отменить решение федерального суди, вот, значит, апелляционного суда и так далее, и если они не соберут большинство, да, то останется в силе решение суди. То есть, чтобы опровергнуть решение суди, нужно иметь большинство. Если большинства нет, значит, остается в силе. Вот ровным счетом то же самое было некоторое время назад, когда Обама тоже кое-что хотел сделать в эмиграции. Там федеральный судья, на этот раз уже из Техаса, значит, там опротестовал, дошло до Верховного суда, значит, карта легла 50 на 50, и запрет вот этого федерального судья из Техаса остался в силе. Вот мы, в принципе, так сказать, движемся в похожую ситуацию потенциально, потому что мы не знаем, как реально карта ляжет в Верховном суде. Что еще тут у нас? У нас еще тут девочку обижают, дочку президента. Она типа там модный такой дизайнер, и сеть магазинов Нордстрем, это такие подороже магазины. Из дорогих они не самые дешевые. Вот, и они сказали, что не будут продавать ее товар, что-то он плохо продается, то есть место занимает, бабок нет. Ну, в общем, да, тут президент обиделся, значит, начал на них ругаться. Помощница президента тоже начала ругаться. Та самая, которую на плагиате поймали. Ну, журналистка, естественно. Вот, бестселлер написала, а там плагиата, 43 места. И она тоже возмущалась очень. Вот, и говорят, девочка хорошая. Девочка же не виновата, что у нее отец такой. И тем более из приличной семьи. Понимаете, папа миллиардер, муж миллиардер. Ходит в синагогу регулярно. И вот тебе на такие дела. Понимаешь, у нее обидели ребенка. Поэтому прогрессивная общественность вообще негодует. Так что вот, да, ну, не вся, не вся. Некоторые вот возмущаются. Республиканцы даже есть такие, понимаете, недобросовестные. Нет, чтобы президента поддержать. Вот, тоже говорят, что-то чересчур уже перебор. Да, в данном случае торговцев пустили в храм. Значит, вот некоторые говорят, надо бы их оттуда из храма-то как-то. Или их пусть хотя бы не торгуют. Я вам напоследок к этому делу расскажу такой анекдот. Мне несколько лет назад там в комментарии написали. Мне понравилось, я запомнил. Значит, эпитафия там на надгробном камне написана. Здесь покоится храм Хайма Рубиновича, чья безутешная вдова держит веселенькое кафе на Дерибасовской, где она рада видеть вас с 9 утра до 11 вечера. На этом мы прощаемся. Продолжение следует...